Визави с миром Визави с миром Визави с миром Визави с миром А люди сами занялись Частной жизнью Это режим личной власти Как Деголя И эта система Неплохо работала Но потом люди отдохнули Отъелись Накупили машины себе И вот эти владельцы Вальсвагена В Гольф Хендай Средний класс Да, средний класс Они вышли на Болотную площадь и сказали Нас достали Мерседесы с мигалками Пускай снимут мигалки Мы хотим, чтобы средний класс был Как вот в Европе, в Америке На первых мизах Это был бунт вот этого среднего класса Владельцев, так сказать, этих бюджетных автомобилей Но проблема в том, что большинство-то Ездит не на Хиндай и не на Фордах Большинство ездит на метро На автобусе На работу или там ходит пешком Если недалеко Это большинство Оно немного как бы испугалось тоже И тоже как бы оно потребовало от власти Ну как-то поэнергичнее быть Посильнее И в этих условиях власть сказала Отлично, очень хорошо Значит, теперь старая политическая система Для пассивного населения Отменяется, будет новая Для активного Будут новые партии Будем даже помогать им, этим партиям Барьер снижается в сто раз почти Будут губернаторские выборы Раз люди хотят выбирать Мы, власть сказала, вообще-то считаем, что Губернаторы, мэры особенно Должны больше заниматься Канализацией, дорогами и так далее Это не вполне политический вопрос Но раз вы, граждане, хотите Мы обязаны вам дать то, что вы хотите И вот это были первые такие выборы А, плюс еще один момент Люди скажут, слушайте У вас что-то там оборзели совсем Мэры все эти Губернаторы, все прочее Чего они там бегают Тусуют с этими Собюллетенями Мы не верим Как они там считают Керусели какие-то Еще что такое Отменить все Мы не верим Без камеры Да, власть сказал Так, камеры Так, сто раз уменьшить количество Бюллетеней выносных Вот к пенсионерам Совсем убрать нельзя Понимаете, пенсионер навалит Сидит, так сказать Да, многие возмущаются Если к ним не приедут Ну, конечно Я по маме свои знаю Конечно Да, открепительные удостерения Это, как правило, для тех, кто там Работает там В полную смену Куда-то выезжают Ну, не так Поставить немножко Но уменьшить сто раз Чтобы это не могло повлиять на результаты Более того Оппозиция Вот Гудков Московской области Навальный в Москве Ройзман в Екатеринбурге Самые главные такие Антисемные оппозиционеры Им Помогало участвовать в выборах Ведь Они же получили голоса Муниципальных кандидатов Единой России Чтобы они Смогли участвовать в выборах Вот Это был Важный Важный очень переход К новому этапу Политической системы Когда Активные граждане Требуют Большей конкуренции Большей честности И мне кажется Этот переход удался Мы видим Что Претензий к честности выборов Просто меньше На порядок Да Они еще где-то есть Ну так сказать В Москве Там Московской области Это вообще абсолютно На порядок И в той же Екатеринбурге И в большинстве Кроме того Вот это вот Как бы самое главное Второй момент Это все-таки Избиратели и власть Да Значит Здесь мы видим Выборы Они по-прежнему Носили характер Референдума Ведь большинство Действующих губернаторов Победило Уже в первом туре То есть фактически Это вот Доверяйте во власти Или нет Почему-то Референдум Такое А ненормальные выборы Там предположим Как в Германии Там или во Франции Потому что Нет серьезной Альтернативной Политической силы И ее нет Прежде чем Потому что Силен сам по себе Путин Да Он по-прежнему Воспринимается Как такой Демиург Да Как такое Сверхвеличина Путин не политик В России Путин Сверхполитик Он как бы Доминирует Абсолютно Царит На политической цели И не имеет Никакого Пока реального Оппонента А Единая Россия Она выступает Просто как Клуб тех Кто Путину Помогает В этом деле Да Хотя Население Так сказать Где-то критически Относятся Но эти выборы Показали Что Они говорят Ну да Там много У них чего Недостатков Но все-таки Поскольку Они с Путиным Мы за них Будем голосовать Этот реперендум В большинстве Регионов удался И поскольку Достаточно честно Все это прошло И так далее Это вот второй Важнейший Результат Этих выборов Значит Третья любопытная Вещь конечно Прошла с оппозиционерами Мы видим Что У нас есть вопрос На эту тему Сейчас Сергей Александрович Мы сейчас На все вопросы По выборам Ответим Сейчас Конкретно Вот из Нарфаминска Да Сергей Александрович Только что Во многих регионах России Прошли выборы Как вы оцениваете Их итоги Их организацию Ну про организацию Если можно еще И вот что еще Скажите Об уровне явки Избирателей На участке И оправдали ли себя Например Прозрачные урны Почему их не было прежде Например Что пластика Прозрачного В стране не было Ну Давайте по порядку Да Вот По итогам Мы поговорили Но мы вернемся еще Коротко про урны Да Значит В принципе Это нормально Да Но урны Возникли прозрачные Понимаете Как то Что требовали Западные наблюдатели От неполноценных стран Которых они получали И Мы не делали Эти прозрачные урны Только потому Что мы не хотели Быть частей Вот этих Неполноценных Да Значит Потому что Те-то Западники Никакие себе Прозрачные урны Не делают У них обычные Поскольку у них Нет проблем Никаких особых Нет сомнений В том что Все честно Будет подсчитано То есть Прозрачные урны Требуют Внешние Субъекты От тех Кому нет доверия Поскольку мы Не хотели быть В этом классе Мы долго Что-то можно Проследить Вот особого Дополнительного Можно Очень важная вещь Объясни Я не понимаю Я объясняю Что И один из Таких Элементов Нарушения Когда Урны До голосования Заранее Вбрасываются Бюллетени В того или иного Удостоверится Что урна пустая Да Совершенно верно И все Ну да И все Тоже кстати Одна из таких Расскаженных технологий Тем самым убирается В этом и смысл Технологического Тоже развития То что Технологически Одна возможность Учитывая Сбаламученное море Которое мы наблюдали Да В выборах Государственной думы Может быть Это и имело смысл Чтобы снять Прозрачные Так прозрачные Да Одно Другое Третье Четвертое Различные вещи Снимались Значит Теперь по организации У нас В принципе Организация Неплохая Наш Центерберком Он один из наиболее Продвинутых В мире Там с точки зрения Разных технологий Это не потому Что мы такие лучшие Всех в мире Да Это просто потому Что они Привыкли делать По старинке И у них Центерберком Никак не развивались А у нас Поскольку Вот нужно всем Как-то доказывать Что честно Да У нас Центерберком Все время должен Шевелиться Какие-то новые Технологические Организационные Задумки Держи в тонусе Да Поэтому И так Плюс мы еще Поскольку большая страна То мы как бы В этом смысле Оказались продвинуты То есть Организация Все хорошо Что касается По поводу явки Это в общем-то Нормальная явка На маленьких Выборах Да Все-таки Самый приоритет На президентские Затем Парламентские Выборы Тоже вообще Национальные А выборы На мэрские Законодательные Особенно собрания Явка Во всех странах Меньше И у нас Вполне Здесь все Находится На среднеевропейском уровне Не отличается Серьезно А под единственное Добавлю бы Мне кажется Все-таки Надо чуть-чуть Нам подальше идти Вот у нас задача Поставила руководство Повысить легитимность Политической системы Да За счет того Что больше конкуренции Меньше Административного ресурса Но мне кажется Еще два фактора Нужно добавить Обязательно Первое Чтобы больше граждан Принимало участие В выборах И второе Чтобы выборы Были более интересные Как шоу Такое немного Да Чтобы люди Граждане Сами видели Участвовали Немного в этом процессе Какому-нибудь Кандидату И они сочувствовали Какому-нибудь Наоборот Так сказать Его критиковали В всех мыслях Больше их видели А для этого Я считаю Что мы должны Оставить единый день Голосования Но перенести его На пару месяцев Вперед Чтобы избирательная кампания Проходила не в августе А все-таки В ноябре Тем более В избирательной комиссии Довольно много учителей А для них Это вообще Так сказать Очень сложные Две недели Вообще еще отпуска Еще отпуска Да Отпуска еще Поэтому я полагаю Что правильно Было бы перенести На ябре Тем более у нас Прекрасно Есть дата 4 ноября День народного Единства Который Мы не очень понимаем Что празднуем Вот классно Было бы Мне кажется Провести в этот день Выборы Это было бы Вообще очень хорошо Каждый день Каждый год Выборы В один и тот же день Все знали бы Как готовиться И этот выбор День всегда Гарантированно Выходной И избирательная кампания Полноценный Сентябрь Октябрь Месяц Которая позволяет Всем принять участие Ноябрьские дни Такие длинные Тяжелые И Люди на дачу Не ездят Самое время Прийти на избирательные участки Мысль интересная Мысль интересная Ну вот О выборах Из Москвы Вопрос Ты начал Как бы На эту тему Говорить О новых лицах В политике Которые проявили себя На выборах Ну и вопрос Алексей Навальный Получил в Москве Очень мощную поддержку От некоторых Российских политических И бизнес Кругов В интернете На самых популярных Сайтах рекламы Его кандидатуры Просто зашкалило Это уже большие деньги Сейчас уже После голосования Вы можете назвать Те силы Кто его поддерживает И продвигает Ну и оценить его Как бы Итог Да Его усилий Ну 27% Неплохой Итог Безусловно Да Его надо Так сказать Поздравить Да Социологи Ему меньше Прогнозировали А хотя С одной стороны Он получил Больше А с другой Стороны Меньше Дело в том Что Прохоров Который Ну примерно Так сказать На это же Опирается Получил чуть меньше 900 тысяч Голосов Если говорить О люди Конкретных Избирателях Навальный получил Только 500 тысяч Голосов То есть Навальный Не добрал Порядка 350 тысяч Голосов Отчасти Это было Из-за меньшей Явки Да Но Всего 30% Явка была Или чуть больше 30% 33% Да Значит Но все-таки Это значит Что Недостаточно Не мобилизовали Недостаточно Смогли Объяснить Людям И Навальный Мне кажется Все-таки Не самый сильный Кандитат Для объединенной Оппозиции А вы считаете Что если бы Прохоров Пошел Он собрал бы Больше голосов Я думаю Если бы Прохоров Пошел бы Он просто победил бы Понятно То есть Прохоров Получил бы Вот где-то Свои Те кто Проголосовал За него На президентских Выборах Они за него Проголосовали Ну чуть меньше Явки Все равно Было бы Достаточно Много 40% Голосов Был бы Второй тур Была бы Прошла бы Консолидация Знаете Есть такой У притон Термин Ловушка Второго тура Губернаторских Выборов Она означает Что даже Если действующий Губернатор Получил 48% Голосов То Велика вероятность Того что он Тем не менее Во втором туре Приграет А если даже Его кандидат Получил там 25 всего Потому что Во-первых Все оппозиционные Они Так сказать Будут за оппозиционера Голосовать Большинство А к тому же Происходит Демобилизация Избирателей За фаворита И наоборот Мобилизация Электората Так сказать Оппозиционная Навального Слабые стороны У него Ну во-первых Все таки Вот эти Коррупционные дела Я думаю Часть него Нанесло удар Во-вторых Достаточно Многие считают Что он связан С иностранными силами Какими-то Да И в их интересах Действует И Последние Буквально 2-3 недели Он серьезно Отпугунул Большую часть Либерального Электората С чрезмерной Агрессивностью Своей Своего Штаба Значит Стилем Льва Троцкого Да Вот такая Торскизм Какой-то Он так вот Витал Да Мы видели Что Наши коллеги Эхо Москвы Там такая Либеральная Тусовка Она от него Дистанцировалась Ряд других Людей Довольно Много Статей Было На этот Счет Они Говорили Мы просто Его Боимся Да Потому что Они Исповедуют Идеологию Кто не с нами Тот против нас Значит Да Кто хоть Сомневается В Божественное Просхождение Алексея Навального Тот значит Уже Должен быть Подвергнут Астракизму По сути дела Вокруг Навального Сорвновалось То что У нас Вот Политологической Литературе Стали называть Секта Навального Это очень Фиктивно Для революции Между прочим Людей Революции делают Как раз люди Сектантскими Такими Взглядами Фанатики Но Для выборов Это Возникает Возникает Проблема Ну впрочем Я думаю Что Алексей Навальный А какой у него Электорат Если в двух словах Нарисовать Такой Штрихами Грубыми Молодой Электорат Молодой Безусловно И Знаете Надо ему Здесь Сказать спасибо Что он Вытащил Молодежь В политику Молодежь Ну Средний Нет Ее участвуют 30 40 30 я бы сказал 5 Так Его возраст Электора Вот это его Избиратель Значит Затем Они Образованные Они все сидят В интернете Они Ездят За границу Отдыхать Значит Они такие Обеспеченные Они достаточно Обеспеченные Да Вы знаете Я уверен Что многие Избиратели Навального Они Специально Сократили Свой отпуск Чтобы приехать В Москву Раньше времени И проголосовать За него Но я думаю Что большинство Из них Не отдали Своё время Ему А поехали Всё-таки В отпуск Да То есть Приехать Проголосовать Да А вот Отдать Своё время Нет Поскольку Этот избиратель Достаточно Такой Знаете Индивидуалистический Если не сказать Немного Эгоистический И Довольно Такой был Среди этой группы Населения Был проведен Вопрос любопытный Сологический Который Увидел Что Они С моральным ценностям Более так Относятся Спокойно В частности Именно в этой группе Электората Считается Что нормально Брать взятки И давать взятки Поэтому Например Обвинение Стороны Оппонента Алексея Навального О том Что он Печатал Свои листовки Без выходных данных Они Никоим образом Не могли ему повредить Потому что Те кто голосовал За него Они считают Что это просто Смешные какие-то Глупые Конечно Нужно печатать Всё что такое Можно С выходными Без выходных И вот то Что придумали Вот этот Яндекс Довольно креативная вещь Вы знаете Это такая модель У нас запрещена Иностранная финансирование Как и везде Здесь Было двухуровневое Интернет Финансирование Навальному Из своих денег Давали По миллиону Это Разрешенный Лимит Значит Российские граждане Его друзья А потом Они писали Я дал Навальному Вы скидывайтесь Мне И Там считается Из нескольких Десятков стран Народ Скинулся Друзьям Навального А фактически Получилось Ему Плюс они Вот такую Любовь Любопытную технологию Придумали Братья Навальни Называется То есть Получается Если так суммировать Молодой Образованный Активный В интернете В социальных сетях Стало быть Индивидуалистический Туристический Настроенный И достаточно Обеспеченный Достаточно Обеспеченный Немного Мобильный Немного Аморальный Так вот Я бы скажу Немного Так сказать Допускающий Такого Интерпретации Традиционных Моральных ценностей Скажем Хорошо Вот Если бы Такие комментарии Были Если бы Больше Москвичей Пришло К этим Прозрачным Урнам То Тогда бы Многие считают У Собянина Было бы Больше голосов Или Больше голосов Было бы У Навального Это очень Интересный вопрос Да Значит Вообще Традиционно Считается Что Чем ниже Явка Тем Больше Партия Власти Выигрывает Приходят Дисциплинированные Пенсионеры Приходят Дисциплинированные Бюджетники Так сказать А население Такое Общее Которое довольно Критично Относится Оно Как бы Не приходит В принципе Большинство регионов Так оно и работало Большинство регионов Работали на низкую явку Политехнологии Но в Москве Я считаю Что Работал в другую В другую сферу Потому что Избиратель Навального Он очень Идеологизированный Очень Так сказать Мотивированный Поэтому Они У них Уровень мобилизации Был достаточно Высокий А в то время Когда низкая явка Привела К тому Что Более Конформистский Ориентированный Избиратель Сергей Собянина Он как бы Меньше пришел На выборы Если бы было больше Раскрутки То мне кажется Собянин мог бы Получить Большую голосов Вообще Этот факт Что Прохоров Не пошел На эти выборы Это помогло Собянину? Мне кажется Очень Мне кажется Что если бы Был человек От объединенной Позиции С меньшим Количеством Недостатков Чем Навальный То Этот позиционер Мог бы Выиграть И Прохоров Мог получить Свои голоса Он получил бы Не 860 тысяч Как был Предположим Даже получил бы Где-то 650 700 тысяч Избирателей Вот при Нынешней явке И В этих условиях Все-таки Ситуация Скорее была бы Близко ко второму туру А в втором туре Он мог бы Победить А вот Электорат Прохорова Который был готов Голосовать за Прохорова Он все-таки Голоса за кого Отдал больше Все-таки за Собянина? За Навального За Навального Это примерно Один и тот же Электорат Но просто Часть Прохоровского Электората Она немного Испугалась Навального Она немного Отшатнулась От него Но по стилю Прохоров и Навальных Не очень похоже Не очень Да Стиль Стиль Ну Ну, как по уровню агрессивности отличается, да? Но по основным месседжам он достаточно похож. Это молодой, такой, знаете... Но человек это стиль, а у Прохорова стиль немножко другой. Мачо, стиль, да? Прохоров такой спортсмен, так сказать, всё время с девушками. Навального такой мачо, в общем, в таком брутальном, в жёстком варианте. Очень такой акцент на прогрессивность, на интернет, так сказать, на суперпрегрессивность. Типа мы живём не в завтра, мы лично живём уже в послезавтра. Давайте вместе за нами. Сергей Александрович, Навальный уже призывал к тому, чтобы наставить на необходимости второго тура выборов в Москве. Это продолжение вопроса наших слушателей из Москвы. Мы должны сделать всё, говорит он, чтобы не дать украсть наши голоса. Что можно ждать после этого? Ну да, вот сейчас информация прошла, что сторонники Навального ищут возможные прецеденты, нарушения процедуры выборов, чтобы, значит, заявить свой протест, в том числе на Болотной площади, ну что, мы будем свидетелями повторения истории, которые мы уже наблюдали как-то? Да, я думаю, что будут повторения истории, вот которая была после 11 декабря части, будет пройти выборы. Причём нарушений было на порядок меньше, но сторонников у оппозиции стало на порядок больше. Поэтому это будут достаточно большие такие митинги и демонстрации. Причём я вот полагаю, что Навальный не столько электоральный, сколько такой революционный политик, поэтому он будет идти по этому пути. Ну развившись слишком большой. Ну ладно, можно там оспаривать какие-то там 5%, 3-4, я не знаю, 6. А развивцы... Нет, не-не-не-не-не-не, Эрмин, это развивцы очень маленькие, потому что Навальный же наставит не на том, что он больше получил, чем в Собернии. Да, что там эти полтора процента всего отличает, они против этого будут идти. Более того, я бы сказал так, что здесь Москва где-то остановилась в двух шагах от попытки оранжевой революции. Потому что на 2% меньше было бы Собянин, и был бы второй тур, была бы огромная вот эта вот ловушка второго тура губернаторских выборов, была бы, так сказать, огромная кампания, вот эта вот революционная вещь. Почему? В двух шагах, да, потому что не только Собянин должен был для этого меньше получить, но и голоса должны были достаться, предположим, от коммунистов перейти Навальму, что не очень, так сказать, вероятно, частично перешла бы, потому что часть голосов просто озлоблена протестом. Ну, гораздо меньше. Да. Гораздо меньше. И мне кажется... В большинстве, я думаю, коммунистов отдали бы свои голоса за Собянина, всё же. Да. И при этом, то есть, ну, возникла угроза. Сейчас они будут, мне кажется, делать всё-таки такую попытку сделать, такое долгое стояние. Борьба за второй тур. Палатки, борьба за второй тур. Хотя, я думаю, в конечном итоге всё закончится, уйдёт спокойно. Навальный, мне кажется, не будет раскручивать, потому что, мне кажется, он надеется вот такой намолчаливый договор. Я, кстати, думаю, что реального договора нет, но молчаливый, мне кажется, договор какой-то такой есть. Значит, что Навальный не делает всяких революций, и за это получает условный срок вместо реального. А над ним же пятилетний срок висит достаточно серьёзная вещь. Спасибо. Но, кстати, а как с точки зрения юриспруденции сейчас? Вот если он проиграл, то он опять подпадает под всю эту процедуру, я так понимаю. У него нету... Да, у него пять лет, он должен в тюрьму пойти, если не будет изменено что-то. Статус неприкосновенности у него нет. Ничего нет. Понятно. Хорошо. Кстати, насчёт Екатеринбурга и Ройзмана, вот ещё один оппозиционер, немножко другого склада, может быть, который выиграл у партии «Единой России» в Екатеринбурге. Вот можете как-то прокомментировать, что там была закона? Ну, во-первых, элиты местные там. Екатеринбург — это крупный город, столица Урала, такой динамично развивающий центр. Или там, элиты в чрезмерном конфликте друг с другом оказались, это первое. Во-вторых, вот как в Москве, вот несмотря на победу в первом туре, никоим образом нельзя игнорировать очень высокий протестный электорат, протестный потенциал москвичей, которые требуют от властей меняться. А то же самое и в Екатеринбурге. Люди закрыли глаза на вероятную связь Ройзмана с Уромашевской преступной криминальной группировкой, да? И только потому, что они хотят, чтобы были изменения, чтобы должны решаться проблемы. Ведь Ройзман, он продемонстрировал, что он готов решать проблему наркомании. А это чудовищная проблема в районе Урала. Чудовищная. Там откровенная, каждый почти ночной клуб это полулегальный наркопритон, да? Огромное количество милиционеров, так сказать, они находятся в связи с наркомафией, и, так сказать, вместе там осуществляют вот это вот убийство тысячи-тысячи молодых людей. И люди требуют, наведите порядок. Причем меры, которые должны делаться, они очевидны каждому. Это тестирование в школах сплошное, тестирование в университетах студентов, это тестирование с другими группами населения. Я, например, полагаю, что все владельцы ночных клубов, условно говоря, после трех-четырех ночи должны немедленно направляться на тестирование наркотиков. Тогда там ситуация принципиальная, как бы, изменится. Плюс лечить нужно не по желанию наркомана, потому что у него свобода воли не существует, у него разрушена личность. Лечить нужно по желанию родственников, родителей этого наркомана. И лечить достаточно жесткими методами. За такие жесткие методы, за такую решительную борьбу с наркоманией. И проголосовали люди. И, мне кажется, у вас должно сделать вывод, и просто вот эту программу начать реализовывать на государственном уровне. Без каких-то крайностей. Вроде бы там бывали временами крайности. Но эти крайности не потому, что они плохо делали. Крайности, потому что это делалось без государства. Без достаточно хорошего экспертного обоснования, без достаточно хорошего общественного контроля. Если то, что делал Ройсман по наркомании, делают на государственном уровне, мы по-настоящему нанесем удар наркоматам. И народ требует это решить. Ну и есть еще одна животрепещущая тема, о которой сегодня все говорят. Это, конечно, ситуация вокруг Сирии. Поговорим на эту тему. Ну и вот люди спрашивают у экспертов, спрашивают у людей, которые занимаются международными отношениями. И самая обычная фраза, она, в общем, отражает и вопрос нашего слушателя из Тагила Нижнего. Ваше мнение, будет Абаба бомбить Сирию или не будет? В состоянии ли Сирии сопротивляться? Есть ли у нее надежные средства ПВО? Какая будет позиция России? Станем вмешиваться или нет? На все вопросы никто не знает, кроме последнего. Россия вмешиваться не станет. Ответ России на бомбардировку достаточно ясен. Мы, значит, политико-дипломатическими средствами будем противостоять агрессии в нарушении санкций, в нарушении организации объединенных наций. Во-вторых, мы будем оказывать какую-то гуманитарную и техническую помощь жертве агрессии. То есть, по мере возможности, будем сирийцам поставлять какие-то запчасти и гуманитарный груз, и лекарства всякие. Кроме того, после этой агрессии, по всей видимости, очень многие захотят купить наши противовоздушные системы. Да, в частности, ССС-300, я думаю, будет в полном объеме поставлено Ирану, который может быть следующей целью для такого рода удара. Какие-то еще страны. Ну, для этого важно, чтобы эти системы себя проявили. Они, в принципе, да, это верно, так сказать. Ну, в принципе, они вроде бы уже, там, вряд ли, так сказать, схваток себя нормально проявили. И следующее, я думаю, Россия выйдет из договора о сокращении ракет средней дальности. Нам этот договор не выгоден. Он был подписан еще во времена перестройки. Я так понимаю, нынешний руководитель считает, что он был, скорее, навязан слабому тогдашнему советскому руководству. И в условиях, Путин неоднократно говорил, в условиях, когда все наши соседи имеют эти ракеты средней дальности, мы должны не только на баллистическое ядерное оружие рассчитывать, но что это такое поменьше, поскромнее тоже у нас должно развиваться. Вот такой наш будет ответ. Теперь, что касается, будет война или нет, бомбежка или нет. Это зависит от решения Конгресса, как ты думаешь? Очень серьезно зависит. Я думаю, что если Конгресс проголосует против и Сенат, то бомбежки скорее не будет. Сенат скорее проголосует за. Обама скорее спрячет. По нынешней ситуации получается, что я имею какие-то данные, пока большинство Сенатов и Конгрессменов не определилось, но из тех, которые определились, росла примерно так. Один за, двое против. И в Сенате, и в Конгрессе. Республиканцы, они воинственные такие, но они разделились. Так называемая чайная партия, то есть наиболее радикальные республиканцы, они выступают за лиционистскую политику, говорит, нечего нам там искать, должны своим проблемами заниматься. И демократы, такие многие либеральные взгляды, они изумляются. Обаме говорят, что это неправильно делать. Нобелевский лауреат вообще, это не в интересах Америки бомбить. Тем более после вот этой ситуации с Ираком, да, когда якобы нашли у него оружие массового поражения, здесь американская разведка никто не верит. Американское общественное мнение, в общем-то, тоже, по-моему, 3 к 1 против этой бомбежки. Да, большинство против, да. Обама в какой-то мере является заложником своей политики. Это отдельный вопрос, который я вот, честно говоря, с многими американистами, то есть специалистами по Америке и самими американцами активно обсуждаю в последнее время, почему в таких условиях Обама совершает политическое самоубийство. Да. Но у него нету больше надежды быть избранным, очевидно. Я уверен, что Барак Обама, если он нормально закончит президентский срок, то он не уйдет из политики, он будет политиком нового типа, уйдет на глобальный уровень и будет там, так сказать, не просто с лекциями ездить, а будет проводить какую-то политику на глобальном уровне. И он мог бы стать таким первым сильным политиком и мог бы добиться там очень большого успеха на этой глобальной... Он мог бы, но Сирия может ему повышать. Да, если Сирия произойдет, то он здесь, потому что мировое общественное мнение против этого, то он это... Поэтому это было бы политическим самоубийством будущего Барака Обама. Поэтому возникает вопрос отдельный, почему он это делает. Ряд людей считают, что Барак Обама стал просто заложником своих предыдущих ошибок. Он по глупости сказал про красные линии. Теперь, когда, так сказать, об этом говорит разведка, он вынужден реагировать. Плюс он начал по глупости поддерживать эту сирийскую радикальную позицию, несмотря на то, что ему говорили Аль-Каида. Вообще, может, знаете, очень ирония истории может проявиться на днях у нас просто по полной программе. Ведь 9 сентября сегодня Конгресс. 10 сентября, так сказать, Обама собирается выступать с обращением к нации. Если Конгресс поддержит его, большую вероятность, что Обама может дать приказ о бомбардировках. И они могут начаться 11 сентября. 11 сентября – это годовщина дня, когда Аль-Каида напала на США. И, может быть, случится так, что американские вооруженные силы приведут нападение в интересах Аль-Каида. Потому что самые боеспособные силы, которые воюют в Сирии – это анусра, то есть это отряды Аль-Каида. Кстати, вот ты затронул эту тему, а меня немножко удивляет, и я хотел бы, чтобы ты прокомментировал. Вот позиция, которая часто слышна в устах американских официальных лиц, Джон Керри, например, об этом говорил. Да и во многих американские журналисты, эксперты говорят, а Аль-Каида там 10% всего от всей оппозиции. Не надо думать, что вся остальная часть оппозиции – это голови мира и что-то такое очень белое и пушистое. Ну, да, Аль-Каида, как бы вот это ее крыло, оно наиболее радикальное, но 10% – это очень много. Вспомним, что большевики сделали в России вовсе не представляя даже 10% населения. И вот ты говорил очень правильно насчет этого сектантского такого вот организации, которая, но в данном случае-то она еще вооружена, она пассионарна, наиболее заряжена, и говорить о том, что 10% этого мало – это огромное количество, огромный отряд, причем заряженный на активные действия. И, конечно, осадловно… Никаких моральных норм, они же резню-то сквозь устраивают христиан постоянно, а лови-то постоянно. Да, вот сейчас город они недалеко от Дамаска взяли христианский, и, как говорил один очевидец, в одном из городов, где было христианское население, говорили, христиане, ну как же, мы же 2000 лет жили и рядом с вами, вот теперь будете умирать здесь. И, как сказал один из наших российских муфтий, с христианской цивилизацией в Сирии, где масса памятников, храняемых ЮНЕСКО, живут общины, развивают свою культуру, будут просто уничтожены. Но у меня в связи с этим вопрос. Хорошо, а каково же тогда будущее? Ну, нанесут удары, придет Аль-Каида, что мы будем тогда наблюдать на территории Сирии? Как ты думаешь, справится Асад, а правится он после этих ударов? Или все-таки, как он сам, между прочим, в интервью своем сказал, что, да, ослабнет, возможно, ослабит силы правительственных войск, но тогда очень усилятся отряды Аль-Каиды. Этот прогноз реален, и что будет в поствоенный период, как ты думаешь? Прогноз реален, но пока никто не может точно сказать, что если будут американские удары, да, чем все это закончится? Вообще, это тоже не очень понятно. Американцы хотят все-таки додавить Асада, свергнуть его, либо они хотят принудить его, чтобы он все-таки вышел на компромисс с оппозицией. Поскольку сейчас Асаду нет никакого интереса выходить на компромисс. Он додавливает, побеждают оппозицию. Кстати, сказать, я недавно разговаривал с нашими военными специалистами, которые вернулись из Сирии, и у меня был такой вопрос, который у меня не было много, ну, несколько недель не было ответа, да, я всем не задавал. Что же случилось? Вот оппозиция наступала, 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 а потом вдруг мы видим 3-4 месяца назад, наоборот, Асад начал наступать, так сказать. Что произошло там, извините, мы же не видели ничего. И они мне объяснили, так сказать, в чем, так сказать, в чем, так сказать, момент. Интересно, да. Во-первых, все ненадежные сбежали от режима, остальные консолидировались вокруг режима, они просто боятся вот этих отморозков из оппозиции, да. Им терять нечего. Да, и в этом смысле, так сказать, вот и всякие чиновники, так сказать, да, уже никто не бежит, и население, оно тоже все меньшинства, все там и христиане, и там, и всякие иудеи, и секты всякие, так сказать, и все другие этнические группы. Они все поддерживают очень сильно вашу расу, поскольку знают, что их просто будут вырезать эти представители оппозиции. И вторая вещь прошла, изменение военной тактики. Раньше, оказывается, сирийская армия окружала, так сказать, вот эти вот какие-то вещи, оставляла бутылочное горлышко, чтобы они могли выйти, оппозиционеры, и потом более спокойно, без боев занимать, чтобы не разрушать эти города. А сейчас они перешли по-другому. Они окружают, плотное кольцо, и по полной программе бомбят авиацией и артиллерией. И оказалось, что это сверхуспешная тактика. И как вот мне эти военные специалисты сказали, он сказал примерно так, словно говоря, по ней получается 500 убитых боевиков, и на нее 5 убитых сирийских солдат. То есть она сверхуспешная. А потери гражданского населения при этом не возрастают? Возрастают, но они уже, сирийская правительство уже, так сказать, махнуло на это рукой и готово на это. Но отсюда, кстати, логика действий американца. Поскольку в этой новой военной тактике большая роль отводятся авиации и артиллерии, которые долбят вот эти окруженные группы боевиков. Эту артиллерию и авиацию они хотят вывести из строя, тем самым уравняв шансы военной оппозиции и правительственной армии. Хорошо, но сирийское правительство заявило о том, что все не ограничится только каким-то вот сбиванием, попыткой сбить и защитить Дамаск и другие города и объекты на территории Сирии средствами ПВО, что удары будут нанесены по базам и в Турции, и в Иордании, может быть, где-то еще. И тогда, возможно, и по Израилю. И тогда получается, что это противостояние становится таким как бы горючим материалом для того, чтобы взорвать вообще весь регион. Или ты думаешь, что все-таки конфликт будет локализован вот в таких пределах, как мы привыкли. Вот как Ливия мы видели, Ирак, Афганистан, где вот территория, ее бомбят, они там что-то дико пошатся, отстреливаются пока могут, разрушается инфраструктура, но все как бы не выползает за пределы этой конкретной страны, а не региона. А вот что будет в Сирии? Мне кажется, заявление сирийской правительства, оно правильное очень, так сказать, они пытаются получить союзников, и ведь это они дают аргументы противникам военной операции. Вот сейчас, что говорят сенаторы, конгрессмены всякие, депутаты там французского, немецкого, британского парламента, они говорят, послушайте, это не граничит с Сирией. Это выйдет за пределы, мы начнем большую региональную войну. Цели у нас не ясны. Стратегические цели, которые мы решаем, у нас там нет. Как можно добиться результата, если вообще не понимаешь, в чем твои стратегические цели? Это американцы, критики Обама считают, что одна из главных его слабостей, это военная операция, отсутствие вообще стратегических целей. А в этих условиях вообще даже нельзя понять, что такое, нельзя победить, если ты не способен даже сообразить, что такое победа. Понимаете? Что будет на следующий день. Да. Поэтому заявляют они правильно. Но вот будут или нет бомбить, это трудно сказать, ведь если они бомбят, они на себя вызывают огромную атаку. Причем я думаю, что по Израилю скорее могут быть выпущены ракеты, потому что они в это спровоцируют антиизраильский всплеск, а арабская улица ненавидит Израиль, да. И поэтому здесь басрасы... Ну да, здесь и с униза шиитами заодно в этом вопросе. Да, они могут получить большую поддержку, так сказать, общественное мнение арабских стран. По Сирии, по Турции ударить, мне кажется, будет крайне контрпродуктивно, да. А поскольку турецкая армия самая сильная в регионе, и она может... Знаете, здесь читал какую-то ремарку о том, что турецкая армия сильная. Почему? Потому что там вот те люди, которые там воевали, да, а их в разное время называли по-разному. Сейчас их называют турками, до этого там их называли, кстати, еще византийцами, там еще как-то по-другому их называли, да. Они всегда воевали и всегда были достаточно сильными солдатами. И спровоцировать их, так сказать, на военные действия, это было бы глупо. Хотя было бы, может быть, с точки зрения Баши, Асада разумно ударить два-три раза по каким-нибудь там случайно этим городам, для того, чтобы всплеск населения вызвать раздражение, так сказать, чтобы оно пошло на турецкую власть. Но по Ордане ударить, это вообще большая ошибка. Ударить по арабской стороне, это значит вызвать раздражение в этом арабском мире. Несмотря на то, что они, так сказать, и Ордане помогают. Не по своей же воле она помогает, ее заставляют помогать. Вот по кому нужно было бы, да, брело бы, так сказать, последствиями хорошими по Саудовской Аравии. Что мне кажется, именно Саудовская Аравия является главным драйвером и командиром этой войны против Сирии. Саудовская Аравия, во-первых, она хочет сместить вот эту вот светскую диктатуру. Ведь холодная война там у нас с американцами была своя, там коммунизм против капитализма, да. Значит, а на арабском мире была своя холодная война. На нашей стороне выступали светские военные диктатуры, а на стороне американца выступали религиозные монархии. И они хотят довести свою холодную войну до конца. Тем более, что арабские монархи дорожали от страха много десятилетий в том, что вот такая вот волна этих революций, военных переворотов дойдет и до них, и их тоже сбросит. У них есть запасы столкнуться с Соединенными Штатами, что в Египте и произошло. Когда Вашингтон стал поддерживать братьев-мусульман и критиковать армию, Саудовская Аравия оказала им денежную помощь и всячески поддерживает сейчас армию. В Египте получается явное противоречие. Знаете, есть такое противоречие, но американцы то поддерживали одних, то поддерживали других в Египте, они там полностью запутались. А поддержка вот этих вот, значит, армии Саудовской Аравии, это продолжение борьбы Саудовской Аравии против Турции. Дело в том, что турки и, значит, братья-мусульмане, это один и тот же анклав умеренных исламистов. А монархии эти, Саудовская и Катарская, и Эмирата представляют себе радикальные исламистские монархии, так сказать, соответственно, вряды. И потом монархии, они аристократические, а братья-мусульмане и Эрдоган, они, это демократический такой, низовой, так сказать, вот такой вот народный, можно сказать, ислам. Это идёт борьба между ними в Египте. Но, мне кажется, проблему Саудовской Аравии всё равно придётся решать. Это одна из наиболее агрессивных стран, наиболее антидемократических стран. И некоторые вообще считают, что проблема заключается не только в том, что у них есть нефть, а в том, что они 2 триллиона своих долларов держат в американских банках. И что они просто шантажируют Обаму, требуют у него, от Обама, по сути дела, прислуживать Саудовской Аравии, так сказать, выступать их ланскнехтами, выступать их наёмниками саудовскими. Ну, сейчас заявил же Джон Керри, что операция будет в том числе сделана и на деньги Саудовской Аравии, и персидских монархи. Да, поскольку скрыть это практически невозможно, да, но одно дело, понимаете, как вот американцы получают японские деньги, да, на всякие разные операции. Мне японцы жалуют, что в Афганистане мы тратим денег больше всех, да, а славы никакой не достаётся. Но это, скорее, американцы заставляют японцев давать свои деньги. А здесь, возможно, другая вещь, возможно, саудовская инициатива, с помощью которой они проплачивают и требуют, и шантажируют. Представляете, если 2-3 миллиона долларов уйдут из американских банков в какие-то другие, то экономика может практически рухнуть, и уж точно демократы не перезберутся. Вот, очень, по-моему, верно ты заметил, и вот эта критика раздаётся, в том числе со стороны военных, в адрес администрации Обамы, что у планов внесения удара, у этой интервенции, ну, нет никакой стратегии. И, действительно, мы привыкли говорить, да, война — это продолжение политики другими средствами. Какой политики, задают вопрос. Интересно, что после решения британского парламента, английский генерал Джексон, сказал, нельзя разработать военную операцию сколько-нибудь разумно, если нету целеполагания. А этого целеполагания и нету. Поэтому вот это добавляет, между прочим, во всей этой истории такой элемент очень серьёзной стратегической непредсказуемости. Совершенно верно. Вот я хотел бы тебе задать вопрос, а что дальше? Ведь вот, если говорить о том, что, и многие так считают, и справедливо, что Сирия — это подготовка к Ирану, Иран — это уже совсем близко к нашим границам. Весь регион, вообще говоря, представляет для нас такую экономическую стратегию, учитывая вот эти артерии энергоресурсов, да, ведь очень несложно переориентировать поток даже на Европу, взяв под контроль, переориентировать его сейчас с севера, идёт наши энергоресурсы в Европу. А иные пути совершенно возможны. И вот здесь возникает вопрос. То есть Каспий, Каспийский бассейн, который, кстати, третий по обеспеченности этими ресурсами после Персидского залива и после, значит, нашей Сибири. Так вот, возникает вопрос, а что делать России? И как вообще сложится вот это будущее, если следующий на очереди объект вот такой интервенции, гуманитарной или какой угодно, если этим объектом станет Иран? Да, это хороший вопрос. Действительно, если западники, вот, не имеют... У них есть цель такая, Иран, да, для этого Башара-то свернуть, но как это свернуть вот сейчас, вот, да, у них нет чёткой, политически формулированной, корректной задачи. А, что касается, это наша политика. Вот, интересно, вопрос, у меня довольно сказали, какие цели российской политики, вот, в Сирии, вот, в связи с этим Ираном и так далее. Это значит, мне кажется, у нас тоже цели нет. Но у нас есть другое там. У нас нет цели, поскольку мы сама всё-таки, пока ещё страна находясь в состоянии самоопределения, процесса самоопределения, у нас ещё нет цели, потому что мир настолько быстро меняется, зачастую независимо от нас, да, значит, поскольку не мы там главные игроки, то мы как бы цель поставим, а тут же ситуация изменится. Но хорошая и есть поговорка о том, что если ты не знаешь, что делать, да, постарайся быть принципиальным. И в этих условиях российская политика, она базируется не на целях, она подчинена не целям, она подчинена, скорее, принципам, из которых есть несколько, так сказать, у нас базовых. Первое. Значит, поменьше вообще надо бомбить кого-либо. При всех, так сказать, решениях, нужно максимально стараться идти по пути мира, но это связано ещё, я думаю, что и с нашим вот тем комплексом после Второй мировой войны, после той чудовищей катастрофы, которая у нас произошла, когда мы потеряли, так сказать, такое огромное количество людей, значит, либо не было войны, вот это у нас остаётся. Вторая вещь. Не надо суваться в дела суверенных государств без абсолютной, так сказать, необходимости. Пускай все эти народы сами определяются. Так уж получилось исторически, что они живут так, да, вот пускай они сами определяются. В-третьих, мы никому не дадим никого свергать. Вообще вот эта идея о том, что нам не нравится какой-то режим, будем свергать, нам очень не нравится. Потому что мы хорошо видим, что в Хащи-Мацоге они нас тоже видят, да, в качестве цели, к нам обязательно будут подбираться. Поэтому мы сделаем всё, чтобы те, кто хотят свергать другие режимы, заплатили такую максимальную цену, чтобы им не захотелось идти дальше. И следующий принцип наш – международное право. Вот международное право, организация соединённых наций, всё остальное – это лукаво. Да? Мы должны максимально базироваться в рамках этого международного права. Ну и следующий принцип – мы должны внимательно смотреть, как действуют наши коллеги, когда вся идёт ситуация. Вот сейчас у нас развертывается последнее время, последние 3, примерно 4 года, колоссальная масштабная программа перевооружения, развития военно-промышленного комплекса и восстановления армии до боеспособного состояния. Понятно, что это результат возросшей агрессивности наших западных коллег. Я думаю, наше руководство смотрит на тенденции и говорит, что может быть большая война. И наша задача, главное, чтобы мы не были включены в эту большую войну. Пускай они воюют, кто хотят. Американцы хотят воевать с Ираном, с Сирией, с Саудовской Аравией, там, неважно с кем-то сказать, с Германией. Пускай они все воюют друг с другом. Мы, наше руководство, обязаны обеспечить, чтобы Россия не была включена ни в какие-то эти боевые действия. Поэтому все наши манёвры будут направлены именно на это. Вот таких принципов, мне кажется, придерживается наша внешняя политика в этом регионе. И получается успешно. Посмотрите. Вот большой саммит большой двадцатки. Кто мог себе представить о том, что Путин возглавит партию мира, а Барак Обама, Нобелевский лауреат, возглавит партию войны? Кто мог представить себе, что за Путиным будет большинство, а за Бараком Обамой будет меньшинство? Мы среди них Германия, Польша, Швеция, Германия, Польша, Италия. Папа Римский среди них. Понимаете? Генсек ООН, несмотря на то, что он был избран, понятно, американцев пропихнули, но всё равно этот человек поддержал Путина, и Путин выступил лидером по-настоящему этой партии мира. Честно говоря, у меня была гордость за президента в эти дни большой двадцатки. Факты сейчас в интернете, есть фотографии Путина в Риме, где говорят, я согласен с Путиным, но там много всяких подтекстов и контекстов этой поддержки, что Путин против пропаганды вот этих сексуальных меньшинств и против удара по Сирии. И вот эти плакаты появились. Мэрия срывает там эти плакаты, но они появляются в большом количестве. А до этого вообще спокойно висели. И римляне, и итальянцы смотрели на эти плакаты. Это говорит о том, что поддержка такой позиции России не только уже среди элиты политической, о которой мы говорили, но и среди простых людей. Прежде всего, среди простых людей. Вы помните, знаменитая мюнхенская речь Путина была? Так западные лидеры на нас ополчились, западные СМИ ополчились. А провединился логийские опросы. В Германии 80% поддерживают Путина, в Испании 80% поддерживают, в Италии 80% пойдет, причем такие огромные цифры. Вообще, на наших глазах Путин превращается к одного из основных европейских лидеров. Да, достаточно популярно. И, кстати сказать, да, и Россия, она, наконец, получает такую некую ценностную определенность. У нас бы долго был переходный период, то есть мы шли, непонятно, какие были, а сейчас мы становимся консервативной Европой, неким пристанищем традиционных ценностей. И у нас возникает опять идеологическое противостояние. Если Европа, эта страна, победившего постмодернизма, да, что является главной, так сказать, их современной идеологией, то Россия отстаивает классические ценности. Спасибо. Сергей Александрович Марков, проректор Университета народного хозяйства Миниплеханова и директор Института политических исследований, отвечал на мои ваши вопросы. Спасибо большое. Успехов вам. Спасибо. Визави с миром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова